Это белое пятно на рентгеновском снимке – пуля. Пуля, попавшая в молодого человека в тот кровавый день, 7 апреля. «Оказалось, что пуля застряла, не дойдя до спинного мозга. Врачи сказали, что если пулю тронуть, то либо я перестану ходить, либо видеть. Поэтому я решил жить с ней. Пусть и спортом нельзя заниматься, да и вообще лишних движений делать». А это ещё один герой – Бакыт Тургунбаев. Он ничуть не жалеет о том, что в тот день пошёл на площадь. Герой апреля готов был умереть ради будущего своего народа. «Сначала пуля попала мне в левую, а затем в правую ногу. Я уже не мог встать и лежал здесь. Рядом со мной лежал Аксакал в белом колпаке. Он умер. Тогда мне стало обидно. Я осознал всю трагичность этой ситуации, когда глава государства стреляет и убивает свой же народ. Ему повезло. Он остался жив. Тогда в борьбе за справедливость погибли 87 человек. После их назовут героями апрельской революции. Ещё более сотни получили различные ранения. Это лишь сухая статистика, но за ней сотни различных трагичных судеб. И таких важных дат в судьбе Кыргызстана три. Три даты, которые стали настоящим испытанием для кыргызского народа. Три даты, которые поменяли ход истории. Это гордость нашего народа. Это три перевала на одном тяжёлом героическом пути. Аксыцы вышли в тот день на акцию протеста ради свободы и справедливости. Тогдашняя власть расстреляла своих граждан. Это событие открыло людям глаза и заложило начало пути к свободе народа и справедливости. 24 марта 2005 года в Кыргызстане в результате народных волнений был смещён президент Аскар Акаев. К власти пришёл Курманбек Бакиев. Но самое большое разочарование наступило позже, когда народ понял, что его победу украли. Тогда открылась алчная и жестокая сущность правящей семьи Бакиева. 7 апреля 2010 года, доведённый до отчаяния, народ свергнул и второй семьи на клановый режим. Конечно, без прошлого нет будущего. Впору обсудить события прошлых лет. Ведь историю нужно не только знать, но и почитать. Три перевала на одном пути и подобные конференции проходят во всех уголках страны. На сегодня они уже состоялись в Джалабаде, Баткине, Аше, Бишкеке, где собрались учёные и педагоги со всех вузов, чтобы обсудить те памятные события, что важны в истории Кыргызстана. А вот революция в наших головах просто необходима. Мы должны меняться и приспосабливаться к современным реалиям, а не существовать пережитками прошлого. Уроки прошлого важно не только усвоить, но и иметь, передать следующему поколению. Всё это необходимо для того, чтобы молодёжь не просто знала свою историю, но и не повторяла её ошибок. Знание истории собственного государства – фундаментальное знание, которое уже позволяет формировать гражданскую позицию. Поэтому на нас, как на преподавателях, ответственность за студентов, как за будущих активных граждан. Это урок не только для народа, но и для тех, кто у власти. Мы боролись за свободу, поэтому должны работать по демократическим принципам. В первую очередь, встречи организованы для молодёжи. Необходимо им дать понять, что такое путь – переворот, а что такое революция. Потому что как научишь, так они потом и будут мыслить. Именно такие уроки и дают молодёжи понимание того, что будущее зависит от каждого из них. Понимание того, что именно их активная гражданская позиция сможет искоренить несправедливость. Мы молодёжь – будущее страны, поэтому новое поколение должно знать и принять урок прошлого, чтобы не повторять прежние ошибки и взять курс на развитие. Умными, образованными молодыми людьми невозможно манипулировать, поэтому мы должны быть знающими, чтобы не быть орудием в чьих-то руках. Мы поняли, что мы – свободолюбивый народ. Мы идём за наше будущее, за будущее наших детей. Мы должны помнить этот день так же, как и 9 мая, потому что если бы не этот день, мы бы сейчас здесь не стояли. Накануне почтили память героев апрельской революции и в столице. Акции протеста недовольный и страдающий народ, но теперь не в настоящей жизни, а на сцене филармонии. Артисты ставят постановку по событиям 7 апреля 2010 года. Слёзы матери, мольба о стабильности, мольба о мире. В этот момент не сдерживаются зрители в зале. У них на глазах тоже слёзы. И вот конец постановки. Справедливость восторжествовала. Флаг гордо поднят над головой. Каждый в зале аплодирует стоя, потому что понимают, какую важную роль сыграли эти события в судьбе Кыргызстана. Мы сохраним память имена погибших во время народной революции. Мы всегда будем помнить подвиг героев, которые отдали свою жизнь за светлое будущее страны. Мы должны оправдать надежды тех, кто боролся за справедливость. Мы не должны сходить с намеченного пути. Благодаря апрельской революции и той огромной работе, которая проведена за последние шесть лет в стране, на сегодня нет причин для насильственного захвата власти. Народ убедился в возможности смены власти путём свободных демократических выборов. Мы должны продолжить то, за что они отдали свои жизни. Мы идём к парламентскому правлению, к демократизации в стране. В прошлом году, 4 октября, мы провели открытые и честные парламентские выборы. И главное достояние этих событий – это стабильность, которая и ведёт нашу страну к развитию. Если будет страна стабильная, вы знаете, это как в семье. Даже если в семье стабильная, моральный климат хороший, то, естественно, и атмосфера совсем другая. И точно так же и государство, наверное. В государстве, если стабильность есть, то мы все уверены, что можно спокойно работать, безопасно, чтобы нам гарантировало. Это самое главное. Сейчас жизнь в стране другая. По-настоящему другая. Больше счастливых людей, довольных своей жизнью, народ больше доверяет власти. Народ хочет мира и стабильности. Вот и Ичурек Камаева, несмотря на то, что потеряла в тот день своего отца, пытается смотреть на эту трагедию по-иному. Она говорит, что горда за своего отца, ведь он для неё вечный герой. Оттого и в память о нём Ичурек садит дерево на Атабиете, священном месте для неё, где имя её отца выбито золотыми буквами. Мой отец умер, когда ему не было и пятидесяти. Но я не хочу думать о потере, ведь он боролся за наше будущее. Меня всегда отец учил, что мы не должны разрушать страну. Следуя его совету, я посадила дерево. Пусть в стране будет ещё на один зелёный уголок больше. В это время и герой Апрельской революции Бакыт Тургунбаев, как и прежде, занимается силовыми тренировками. Поднимает гири и штанги, не изменяя своему лозунгу в здоровом теле, здоровый дух. И вся дружная семья, также герой Апрельской революции Кыргызбека Джумаканова, верит и надеется на лучшее будущее своей страны, продолжает играть на аккордеоне. Несмотря ни на что, продолжает жить и Ренат с пулей в груди, а уверенность в жизни придает ему дочь Айбеке. Я понимаю, что всё было не зря, ради будущего наших детей. Надеюсь, что подобного больше не повторится. Пришло время, когда не только политики, но и каждый гражданин должен нести ответственность за дальнейшую судьбу государства. Демонстрируя уважение к законам и культуре. Только тогда Кыргызстан сможет закрепить тяжело достигнутую свободу мощной экономикой и благополучием граждан. Тюбека Барбекова, Сент-Турабу, Киев, Общественный. Первый канал в итоге недели.